Даже не верится, что июнь месяц подошел к концу, половина лета просто пхух, и как не бывало, но у нас уже традиционно рейтинг лучших игр, в которые мы играли в прошлом месяце, и рекомендуем их вам. Погнали! Пятерку игр открывает очень забавная и, можно сказать, бесконечная игра под названием Planet Sling. Это интересная игрушка про путешествия в космосе, к тому же игра на одно касание. Несмотря на всю простоту, игра бросает вызов вашей концентрации и внимательности, а мультяшный дизайн и успокаивающий саундтрек помогут отвлечься от суеты будней. Весь процесс построен на нескольких элементарных действиях. Выберите одного из трех персонажей, после выберите космический корабль, и вы в космосе. После этого тапаете по экрану и перелетаете на ближайшую планету. В классическом режиме доступно лишь пять жизней, чтобы достичь наибольшего количества очков. Но если быть очень аккуратным, при перелете на каждые пять планет подряд будет начисляться дополнительная жизнь. В режиме Time Attack необходимо пролететь 50 планет быстрее всех без ограничения жизней. Но самое классное в этой игре то, что это самый настоящий фри-ту-плей, в котором нет надоедливой рекламы, а на сегодняшний день в играх это большая редкость. Вторая игра в нашем рейтинге это уже давно известная игра, которую наверняка многие пробовали. Вейнглори. К тому же эта игра является официальной кибердисциплиной. Когда говорят, что гейминг на мобилках это не серьезно, вспоминаем Вейнглори. Игра, которая постоянно проводятся разные чемпионаты, огромные денежные призы и прочие вещи. Она постоянно обновляется, и сегодня мы расскажем о этой игре вам. Итак, вкратце, игра смогла поразить многих как графикой и удобством интерфейса, так и геймплеем. Матчи подбираются почти мгновенно, а весь игровой процесс не особо отличается от классической дотки. 48 героев с особенными скиллами и комбо, множество различных карт, бонусов и предметов, что еще нужно для яркой зарубы. Если вы плохо разбираетесь или совсем далеки от жанра моба, то специально для вас разработан целый видеокурс по основам, после чего имеется возможность принять участие в тренировочных матчах с искусственным интеллектом или другими новичками. Создатели Вейнглори уже пошли дальше и сделали свою версию для ПК и Мак, которую бесплатно можно скачать в Стиме, чтобы продолжить играть даже дома перед любимым компьютером. Этой игре уже несколько лет, но она продолжает развиваться, ее постоянно обновляют. Это говорит лишь о том, что она пользуется спросом и популярностью, поэтому в нее по факту продолжают инвестировать. Может, когда-то из нее вырастет настоящий конкурент Доте. Следующая игра называется Score Hero. Это футбольная аркада для всех любителей жанра, но это не какая-то бездушная и тупая, знаете, тапока, где вы просто пальцами тыкаете, чтобы что-то сделать. Там прямо от каждого движения пальца зависит ход событий игры. Ну как? Приложение уже стало бестселлером, а 6 миллионов оценок и средний рейтинг 4,5 балла свидетельствуют об успехе. В общих чертах все очень просто. Требуется пройти путь от дворового игрока до мировой звезды футбола на более чем 600 уровнях. Каждый новый уровень необходимо выполнять новые необычные задания. Иногда это голевой пас, а иногда просто быстрый розыгрыш мяча. Тем более, что вариантов развития ровно столько, насколько у вас хватит фантазии. От обычного удара в сторону ворот до ударов через себя. Есть у этой игры, конечно, небольшой минус. Это довольно большое количество рекламы, которая по сути является чуть ли не игровой валютой. Посмотрели рекламу, получили какую-то плюшку. Но есть лайфхак. Можете отключить Wi-Fi, рекламы не будет. Либо просто банально платите 5 баксов, играете в полную версию без рекламы. Следующая игра в нашем месячном топе была выпущена в далеком 2013 году. Видите, как мы говорим, в 2013 уже далекий год. Но она настолько популярная, что буквально недавно ее перевыпустили на Nintendo Switch. Я говорю про игру Ocean Orn. Основная задача молодого героя заключается в защите родных островов от злого морского чудовища Ocean Orn. Игра напоминает традиционную RPG с большим количеством разнообразных врагов и квестов. Назначение кнопок простое и понятное. Герой может и легко использовать свой меч, щит, предметы или магические умения. И даже несмотря на то, что игре уже немало лет, она не перестает выглядеть фантастически. Так как в этой игре есть сюжет, то я не буду дальше рассказывать, о чем она. Чтобы не спойлерить, вы можете поступить следующим образом. Просто скачать первую главу в Play Market. Поиграть. Если понравится, дальше примите решение, покупать полную версию или нет. Все, мне кажется, по-честному. Последняя игра в нашей подборке. Это просто хитяра, в которую мы сами режемся последнюю неделю. Она, кстати, есть и на айфоны, и на андроид. Называется игрушка Арчеро. Это, я не знаю, такой экшен в одно касание, где вы играете лучником. Ваш герой — это лучник, как многие поняли по названию, который путешествует по различным лабиринтам, которые именуются главами. В каждой главе по 50 уровней, где встречаются три босса. В процессе прохождения герой получает опыт и повышает уровень, а вместе с этим обретает и специальные способности, которые сильно помогают убить очередного босса. Первые уровни очень простые и не возникают никаких вопросов. Бежишь — стреляешь. Но когда первая глава заканчивается и обычные мобы могут убить за пару ударов, начинаешь вспоминать Dark Souls. Это некое его подобие для смартфонов. Со второй главы иногда выпадают новые предметы и оружие, которые потом можно прокачать, но и они не всегда решают исход битвы. И порой больше приходится бегать, а не стрелять. Арчера — это идеальный пример того, когда ты говоришь, ну что еще нового можно придумать в мобильных играх. Ну все же так придумано до нас, куча аналоговых игр. Да, они чем-то похожи друг на друга, но вот просто немножко меняете механику игры и принцип управления героем, и все. Пользовательский опыт совершенно на другом уровне. Казалось бы, очень просто. Бежишь, остановился, стреляешь. Но вот под это приходится все механики адаптировать, привыкать, высчитывать задержки, и тогда геймплей начинает обретать новые краски. Очень крутая игра, всем рекомендую. Вот такой получился топ-5 игр за июнь. Лето еще впереди, его нужно застать, поэтому мы немножко поваляемся на солнце, соберем новых игрушек и встретимся через месяц на этом канале. Подписывайтесь, ставьте лайк и оставляйте конструктивные отзывы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok